Привет, это Вадим, и сегодня мы поговорим, зачем тестировать на реальных мобильных устройствах, как вообще это делать, и почему фронтендерам, кажется, все-таки нужны макбуки. Ну вот скажите, как вы разрабатываете интерфейсы? Наверное, есть какой-то локальный сервер, на котором, не знаю, крутится ваш код, и вы, не знаю, слева открываете редактор, справа браузер, наверняка хром какой-нибудь. Сидите, пишите код и смотрите, что получается в итоге в этом браузере. А потом, ну, может быть, открываете в другом браузере и, не знаю, отдаете на тестирование, тестировщики вам что-нибудь говорят, ну и так далее. Ну, довольно-таки обычный процесс. Но, в принципе, у вас наверняка есть на локальной машине много браузеров, и если вы в чем-то сомневаетесь, вы, наверное, их открываете и что-нибудь отлаживаете. Чаще всего верстку, но иногда и JavaScript. И, в принципе, это нормальная практика. Нам обычно на десктопе доступны все браузерные движки, популярные на рынке. Ну, то есть, это зависит от платформы, да? Так получается, что браузер Safari недоступен на Windows сейчас. Ну, то есть, никакого удобного способа это сделать, к сожалению, нет. Есть Chrome, есть Firefox, и, в принципе, этого на Windows достаточно. На macOS, к счастью, есть Safari. И, в принципе, если вы фронтендер, которым нужно разрабатывать вообще, ну, достаточно кроссбраузерные, подсовременные браузеры, вам приходится иметь macOS как основную рабочую машину. Ну, видимо, вот такие вот условия. У меня на днях произошла ситуация на работе, в которой я понял, что без реального мобильного устройства или хотя бы эмулятора я не могу отладить и, в общем-то, починить тот баг, который мне принесли. Ну, то есть, я и раньше подозревал, что мобильные браузеры отличаются, я с этим сталкивался тоже, но каждый раз, знаете, сюрприз. Вы ожидаете, что, не знаю, десктопный Safari точно такой же, как мобильный Safari, десктопный Chrome точно такой же, как мобильный Chrome, и то же самое с Firefox. Но это не всегда так. Давайте откроем простую демку, разберемся, как она работает, попробуем ее отладить в разных браузерах, включая мобильные браузеры на реальных устройствах и, может быть, даже эмуляторы. Давайте посмотрим на простую страницу. Смотрите, у нас результат — это кнопка с ладошкой в центре страницы. Ну, в общем-то, так оно и сверзано. В центре страницы кнопка с иконкой. Иконка вставлена прямо сюда, чтобы получать заливку при необходимости. Ну и что у нас здесь? Есть margin, padding, border, background, font size. Мы наследуем на всякий случай outline, получаем красный. И в итоге у нас есть кнопка, на которой можно нажать и, в общем, дать 5, как просит этот лейбл. Примерно похожая кнопка у меня была в рабочем проекте, но мне тестировщик приносит интересную штуковину. Он показывает скриншот, говорит, у меня лапка синяя. Я открываю ее на мобильном Safari, и ладошка почему-то синяя. Какая-то кнопка синяя ручка. Откуда такое берется, совершенно непонятно. То есть я смотрю в свой код, здесь никакого синего цвета нет. Я смотрю в браузер Firefox, которым я обычно разрабатываю, все в порядке. Смотрю в Chrome, все хорошо. Смотрю в Safari, тоже все в порядке. Так в чем же дело? Не может быть тестировщик открыл эту страницу в каком-нибудь, не знаю, браузере Firefox на iOS или в каком-нибудь Chrome, и там другой движок? Ну нет, нет, такого быть не может. Движок WebKit во всех браузерах на iOS тот же самый. И более того, это запрещено правилами платформы иметь другой браузерный движок. Поэтому сомнений нет. Это WebKit, это Safari на iOS, и что-то происходит именно там, что отличается от того, что происходит на десктопе в Safari. Естественно, моя система была посложнее, чем просто HTML-ная страничка с кнопкой и какой-нибудь, не знаю, синяя лапка. Нет, у меня, естественно, там было приложение на React, какой-нибудь Style Component, все накручено, чужие компоненты, мои компоненты. В общем, все страшно наворочено. И первым делом я, естественно, подумал, что ну где-то как-то какие-то стили пролазят, что-нибудь там где-то появляется, не там. В общем, мало ли кто-то как облажался. Но в итоге выяснилось, что дело как раз в мобильном браузере. К счастью, у меня в кармане есть iPhone. В котором, собственно, есть браузер Safari, в котором я могу все потестировать. Ну, я запустил локальный сервер, какой у меня уже сейчас запущен, открыл в браузере и посмотрел. Как я это сделал? Дело в том, что у меня сейчас локально запущен сервер. Это браузер Sync. И когда он запущен, он дает вам локальный IP-адрес и внешний IP-адрес. Ну, точнее, не то чтобы внешний, а локальный для вашего роутера. Это локальный для вашего компьютера. Я просто открыл этот IP-адрес на телефоне, который подключен к тому же самому Wi-Fi, который у меня есть на ноутбуке, где локальный сервер запущен. Ну вот, я взял телефон, открыл, а там действительно синяя лапка. И что с этим делать? Не знаю, может быть, это проблема мобильных браузеров? Давайте попробуем открыть в другом телефоне, в Андроиде. К счастью, у меня со старых времен есть еще один телефон, Google Pixel. И, собственно, в нем я открываю ту же самую страницу и вижу ту же самую черную лапку. То есть, да, слава богу, в хроме мобильном все в порядке. За это огромное спасибо. То есть, дело исключительно в iOS. И как мы можем проверить, как там все работает? Ну, то есть, смотрите, я беру телефон. У меня здесь открыт в браузере страница. Тут у меня инструменты отладки на моем ноутбуке. И как их вместе соединить? Как пощупать то, что там происходит? Потому что, ну, не знаю, не проинспектировав эту иконку, и я не могу понять, почему она синяя. К счастью, есть решение. Можно взять провод, воткнуть его в телефон и отладить это все в локальном браузере Safari. В браузере Safari по умолчанию DevTools не работают. Их нужно пойти и включить. Поэтому, если у вас они не включены еще, сходите в Advanced, нажмите вот эту галочку. Show Develop Menu in Menu Bar. А потом, собственно, сходите в этот Develop Menu, найдите свой телефон по названию, и тут появится тот самый IP-адрес, который при нажатии открывает DevTools. И мы здесь видим то, что происходит на нашем телефоне. То есть, если я возьму телефон, у меня видно, что иконка подсвечена, потому что я на нее навел в DevTools. И я могу, не знаю, нажать клавишу IH, и кнопка спрячется. Нажать ее еще раз, и кнопка покажется. Но это шорткат для того, чтобы быстренько прятать и показывать что-то. Соответственно, я иду сюда. Вижу здесь иконка, здесь все в порядке. Иду в кнопку и понимаю, что color у этой кнопки RGB 0, 122, 255. Тот самый синий цвет. Откуда он взялся? Дело в том, что в User Agent Style Sheets написано тот самый Apple System Blue. То есть, у нас цвет кнопки синего цвета по умолчанию в iOS. Вот этого, кажется, уже никто не ожидал. Ну, то есть, я всякое ловил. Бывают разные ошибки на iOS, Android, в мобильных браузерах, в десктопных браузерах. Но вот про эту синюю кнопку я когда-то слышал, но, конечно же, забыл. И у меня сразу же поднялось подозрение. Я проверил и оказался прав. Но все равно не ожидаешь такого. Ну, хорошо, это iOS Safari. А как можно посмотреть в других браузерах, например, на Android? Примерно такая же схема, на самом деле. Вы берете телефон, вставляете кабель и вперед. Втыкаем наш Android. Идем в Chrome. Мы открываем новую страницу. Chrome Inspect. И у нас здесь появляется список того, что у нас открыто в телефоне. Мы можем взять, нажать Inspect. И у нас откроется вот такая вот панелька, на которой видно то же самое, что на экране нашего Android. И мы можем пойти в панель Elements и точно так же пощупать нашу кнопку. Тут все-таки, к счастью, если посмотреть на Computed, у нас Color все-таки черный, RGB 3.0. И никакие браузерные дефолтные стили нам не мешают. Но если вдруг что-то пошло бы не так, мы могли бы это все, конечно же, отладить. Тут доступно и консоль, и нетворк, и все-все-все остальное, то, что вам привычно при отладке обычно на вашей локальной машине. Ну хорошо, богатые люди с двумя телефонами в кармане, конечно, проблему решить могут. Ну или, не знаю, если вам на работе выдали два тестовых девайса, и вы можете с ними что-то сделать. Ну а что делать, если у вас, не знаю, просто какой-нибудь MacBook, Mac Mini, какой-нибудь простейший, не знаю, компьютер на macOS, и вы хотите на нем отладить и разобраться, что происходит в мобильных браузерах. К счастью, есть Xcode и Android Studio, две среды разработки нативных приложений, которые, в частности, позволяют вам запустить полноценную версию операционной системы Android или iOS, и там запустить браузеры, и, собственно, получить доступ к вашим локальным ресурсам, пощупать все, и все будет идентично, ну или максимально идентично тому, что будет на ваших мобильных устройствах. Я всегда избегал ставить Xcode на мой MacBook, просто потому, что он всегда весил гигабайтов 5 примерно. В этот раз, когда я его ставил, он весил 12 гигабайтов. На медленном интернете это было мучительно достаточно. А после установки он весит практически 25 гигабайтов, то есть он довольно много отжирает места на вашей операционной системе. Ну, понятно, со всякими симуляторами и прочими частями, но тем не менее. К счастью, Android Studio значительно легче, чуть меньше 2 гигабайтов, но это значительно легче, чем 25 гигов, которые занимает Xcode. Но, тем не менее, все поставили, среды у нас есть, можем заниматься тестированием. Чтобы потестировать что-то на iOS, локально у вас на машине, без устройств, нужно запустить симулятор. Вы пишете симулятор, и открывается вот такая вот штука, в которой запускается полноценная iOS, даже в оболочке как будто бы айфона. То есть можно открыть Safari, написать здесь Localhost 3000, и увидеть нашу синюю лапку. Да, она по-прежнему синяя. Это, конечно, ужасно. И тут можно аналогично пойти в Safari, пойти в список Develop, и увидеть здесь ваш симулятор, открыть его, и точно так же отлаживать. Довольно-таки удобно. Окей, это iOS. А что делать с Android? Есть Android Studio. Она открывается, и тут внизу можно выбрать Virtual Device Manager. Вы открываете, и получаете... У меня получилось завести вот такой вот Pixel 3a, ровно такой же, на самом деле, беленький, как у меня телефон в руках только что был. Так что забавно и удобно. Запускаем. И получаем вот такой вот эмулятор. Его можно сделать поменьше, побольше, как вам удобно. Открываем здесь Chrome. Он каждый раз пытается какие-то вопросы задавать, что-нибудь спрашивать. Он, к сожалению, как-то стоит сохранять, не очень умеет, или, по крайней мере, я не понял, как это делается. И тут постоянно нужно отказываться от всего. Так вот, если, допустим, здесь я напишу localhost 3000, он ничего не найдет. Чтобы добраться до вашего локального хоста, вам нужно использовать либо внешний IP-адрес, тот самый, который мы использовали на внешних устройствах, либо написать магический IP-адрес, который прокинет вас до localhost. Это будет 10.0.2.2. Ну и, соответственно, здесь 3000-ный порт, на который у меня все локально поднято. И тут вы увидите ту самую лапку, и похожим образом можете ее отладить в вашем хроме. Идем сюда. Chrome Inspect. И видите, у нас есть тот самый эмулятор, который можно проинспектировать. Аналогично удобно. Ну и давайте уже починим нашу синюю лапку. Давайте сделаем ее черной, как на всех остальных устройствах. Нам для этого нужно просто написать цвет кнопки по умолчанию, чтобы она перезаписала браузерный стиль по умолчанию. Тут она все еще синяя в нашем симуляторе. Давайте сходим сюда и напишем Color Black. Справа ничего не поменялось, а вот слева она стала черной. Если посмотреть на устройство, она здесь тоже черная. Слава богу, теперь у нас во всех браузерах все одинаково и хорошо. И это, конечно же, очень простая проблема, с которой можно справиться, наверное, даже просто догадавшись. Не обязательно иметь симулятор. Но проблема бывает гораздо сложнее. Ну, что я вам рассказываю? Я думаю, вы все знаете. На самом деле, то, что я вам показал, было довольно-таки гладко. Я взял, открыл быстренько и все сразу заработало. Конечно же, все посложнее. Нужно включить девелопер-режим в Android. На серийник несколько раз понажимать, он включит девелопер-режим, потом нужно включить USB-отладку, убедиться, что все работает, подключиться к компьютеру, скачать Android Studio, там тоже выбрать нужные версии. Короче, это все негладкий процесс, и вам, конечно же, нужно парочку статей прочитать. Аналогично и на iOS. Так по умолчанию все не заработает. Нужно сходить в настройки iOS, в настройки Safari, там включить в Advanced Web Inspector, и только потом, там перезапустив браузер или несколько раз переподключив телефон, вы получите собственный результат. Но сам принцип... Ах, да, еще 25 гигов X-кода. Да, а что делать? Но сам принцип довольно-таки простой. Я убедился, что это все сравнительно просто сделать, и буквально там за полчаса, ну, не считая скачивания всего этого, разобрался и смог быстренько все отладить. Иначе, ну, иначе бы я ходил с синей лапкой. Дело такое. В общем, не забывайте, что для нормальной разработки вам нужно иметь не просто Chrome на десктопе, а еще и, как минимум, эмулятор и симулятор. Расскажите мне в комментариях, в чем разница. А еще, конечно же, хорошо иметь реальные устройства, на которых можно вот этими самыми толстыми пальцами пощупать интерфейс и понять, как оно работает, как оно работает на библиной сотовой сети и так далее, и так далее. В общем, все чуть сложнее, чем просто редактор слева и Chrome справа. Ну и другая печальная новость. Дело в том, что, чтобы запустить X-код, чтобы запустить Safari и отладить, допустим, внешнее устройство, нужно иметь MacBook или Mac Mini или какое-нибудь устройство, на котором запущено Mac OS. Я не знаю ничего про Hackintosh, на самом деле, насколько они надежны, но я думаю, что купить какой-нибудь самый базовый, дешевый Mac Mini на M1 сегодня можно себе позволить для того, чтобы сделать это своей основной разработческой машинкой, например, или просто для тестирования ваша компания может себе это позволить. Такая ситуация, что Safari приходится запускать. И кто-то может сказать, ну, я себе на Linux поставлю какой-нибудь там Epiphany, которая тоже на WebKit работает, но это не тот браузер. Ну, то есть, да, там в основе тоже WebKit, но интерфейс другой и очень многое пишется в рамках Safari и вы такого же поведения не получите, точнее, не всегда получите. Ну, и тем более на iOS, на мобильной версии вашего браузера ничего подобного отладить на Linux не получится. В общем, жизнь сложнее, чем нам говорили, и нам приходится использовать дополнительные устройства, чтобы все отлаживать. Мобильных пользователей становится с каждым все больше и больше, их уже больше, чем десктопных, так что просто закрывать глаза на эту проблему не получится. Хрома, повторюсь, недостаточно. Ну, это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми увидели мои патроны. Если вы хотите увидеть следующее видео первыми становитесь патронами, небольшая сумма в месяц позволит нам стать немножко ближе. Вы можете получить доступ в чат, какие-то там наклейки, письма или еще что-нибудь от меня. В общем, есть варианты, обязательно посмотрите. Ну, или как минимум вы можете получать эти видео на день раньше. Это тоже, по-моему, неплохо. Если вам и так нормально, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И давайте обсудим в комментариях, как вам приходится на работе отлаживать. Достаточно ли хрома и всем остальным занимаются ваши тестировщики, но как вы потом это отлаживаете, тоже непонятно. В общем, какие есть решения, варианты, и вот как профессиональные разработчики или, может быть, начинающие обходятся вот с этими проблемами, потому что проблема все-таки случается. В общем, обсуждаем в комментариях, как обычно, и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok